всем привет сегодня у нас 9 ноября погода стоит 23 градуса тепла я думал будет теплее но нет но хорошо дождя нету мы с вами находимся в некрасовке это я даже не знаю как называется некрасовский парк или еще что-то либо как таня говорит это санитарно-защитная зона там у нас очистные сооружения идут либерецкие скажите слюберцы недалеко и конечно запашочек стоит такой могу сказать но не знаю это вот там мы были мы просто машину поставили ближе к очистным сооружениям чтобы идти не там у домов там 26 там не помню там было все занято да и я посчитал что ближе идти к месту старта по той стороне так что посмотрим посмотрим я пробегу из да тут два километра круг небольшой такой как ты называешь это комплекс забыл уже защитная полоса два километра круг 21 километр сейчас пробежимся сейчас немножко разогреюсь не знаю не знаю навряд ли это будут какие-то рекорды я все думал какими одевать трейлы вы с нулевой про нацию вот мэриловские думал здесь четки будет дорожки еще в таком духе оказалось здесь нет обычно земля земля вполне можно было надеть их и побегать навряд ли я здесь покажу какой-то лучший результат еще что-то у меня колено бегуна болит причем теперь левая что не знаю посмотрим я еще в среду бегал утром 19 километров легко пробежал обратно труба прибежал 10 километров и встал просто шел пешком так что если вы видели человека бредущего в трусах по красной площади а потом по улице моросейка это был я под дождем так что не знаю успел его становиться за это время не успел ладно так теперь я вам еще расскажу про питание питание пришло мне сайхерба энергетические гели которую я заказывал вот такой вот сашешка буквально она 34 грамма маленькая 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 но в ней 110 калорий так что кто захочет заказать их на и на херби я там оставлю промокод там на первый заказ будет там скидка там там порядка десяти процентов вот она следующие пять процентов но я обычно как делаю если большие заказы у меня уже нет я просто другого аккаунта захожу набираю себе полную корзину и получаю 10 процентов что у меня этих аккаунтов как дураха макорки да и потом я в конце расскажу это компания клифф ну да она iron man iron man северно-американская серия почему-то может быть канадская не знаю но вот из это вот семь второй регион даже не знаю но если их с америке присылали ну почему семь второй регион а в америке по укады с 0 с 0 каких 0 2 0 1 начинать ладно у меня там даже в инстаграме есть у меня там штук 20 гелия разных пробовала разных компаний там фотография разных-разных гелий я уже не найду эту фотку будет еще один в копилочку и что мне понравилось вот эта вот часть отрывается когда и она держится на этой штуке никуда не отлетишь а то когда отрываешь и этот не знаешь куда деть там не с ним бежишь с этой маленькой штучка нет это вот я специально это думал так удержать его нет 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 мелод немецкие гели нравились потому что такая часть не у всех есть практически нет ни у кого такой штучки поэтому имеет и вот и что порадовало что холодно холодно так ладно я потом расскажу как она как каждые 9 километров буду употреблять так ну про книжечку там просто наставишь и расскажу про книжку прочитал я книжку гард гилмор это вот ну как известные ну в свое время он был довольно таки известный новозеландский спортивный журналист адепт бега бегать трусцой и он 25 года рождения еще прошлого века и по-моему сюда же живой так что вы сами считайте ему почти стольник будет скоро 95 да ну я не подсчитывал точно но плюс минус вот он кстати про его несколько книжек я рассказывал артур ледиард бег с ледиардом я по книжку рассказывал он в соапсерсе и и вместе с ледиардом написал еще у них есть и книжка она на пути к мастерству к вершинам мастерства как-то так но я не читал ничего про него рассказать не могу но все равно все сводится тому что бег трусцой это лучше всего там она была написана в 60-х годах прошлого века еще он ее написал под впечатлением от артура ледиарда артур ледиарда тоже новозеландский тренер самоучка он тому очень много воспитал чемпионов которые стали там олимпийскими чемпионами все в таком духе а название не сказал бег ради жизни бег ради жизни но вначале идет предисловие там даже советскому здание есть предисловие там тоже так датируется 60-х годов прошлого века да он там пойдете он палачика успеваете и там идет небольшая аннотация там врач там спортивный физиолог и интересно было почитать как раньше представляли бег еще 60-х годах только он начал зарождаться потом у него треть книжки посвящено но рассказывается какие там проблемы мире существует что практически все современные страны бич заболевания это сердечно-сосудистые заболевания всякие все что связано с сердцем рассказывается как работает сердце там только какие желудочки вот это вот все как кровь идет там как откуда берется молочная кислота там коронарные болезни там можно ли бегать при них нельзя вот так довольно так интересно написано мне так понравилось читать я конечно это знал но повторением отечения это тоже интересно ну и потом естественно он уже описывает там что бег трусцой это лучше всего для работы сердца там часть сосуда там выгоняется холестерин там становится гибкий эластичные ну все в таком духе но в принципе многие ты так прекрасно знают почитать я думаю стоит особенно те кто начинает тем более я там тихоход так что моя методика бегать трусцой медленно и печально работает ну и соответственно я к этому пришел еще не читать никаких книжек книжки я начал считать только вот в апреле там почитал порядка 13-14 штук ну тем по тематике бега я имею ввиду про них телу рассказал про который читал так начинаю подмораживаться стоя стоя так ну и сады но там не не сказано как бегать там приводится всякие люди приводят свои истории рассказывают как они начали бегать и все в таком духе но в принципе по этим истории можно понять что там просто бегаешь там на небольшой скоростью там но главное что регулярно как минимум полчаса в день и все и все ну начинать постепенно кто захочет тот прочитает все товарищи сейчас не надо чего немножко размяться то у нас через через 14 минут начнется забег а я еще деревянный и замерзший еще по какой-то плитке будем бегать но и 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 Ну что, а мы, как обычно, пойдем в противоположную сторону. Буквально пару минут я прошла и уперлась уже в плиточную дорогу, по которой пробежали мимо меня те, кто бежит нечетное количество километров. Остальных я видела вот там вдалеке, они пробегали мимо и скоро вот здесь появятся. А это у нас дорожка к очистным, да, мы тоже сходим, вот и начинают прибегать люди, кто бежал полный круг. Ну что, как там? Хорошо, хорошо. Ну давай, давай, пока восьмой или что-то около того, все больше пробегает народу. Вот мы мастик перешли и вон они сооружения. Тут особо их и не видно отсюда. Нашла я таки место, откуда видны аэрационные поля получше. Но все равно особо ничего не разглядишь, они почему-то не крутятся. Ну в целом как-то уныленько. как-то вот и впечатляет природа, виды. не то, еще и запах этот. Неудачное место, мне не нравится, кайфа я не испытываю. Ну что, сколько кругов? Четыре. А, еще только четыре круга. Стрижка только начата. Ну, время у нас еще пока меньше часа прошло. Так что, еще наяривать и наяривать тут круги, а заняться тут нечем. Ну что, у нас полумарафон. Ну? Сколько? Двадцать два часа пятьдесят шесть. Ну, тридцать два сорок. Тридцать два сорок? Самое такое сложный момент. Ну да. Ну, гели хорошие. Ну, хорошо. Гели нравятся. Говорит, вкусные, как шоколад. Ну что, к сожалению, мне пора уходить. Не, забирай инструмент, забирай инструмент. Как? МКАТ у меня умер, уже час пятнадцать через город пишет, так что погнала я. Тебе удачи, люблю, беги быстрей, пока в дилике в двух километрах есть, а то побежишь три километра до метро. Ну ничего, что нам, каванам. Всех, люблю, пока. Давай, удачи тебе. Все, товарищи, остались мы с вами одни, а нам еще бежать пять кругов, то бишь десять км с копеечками. Я надеюсь, она мой газочок положила с документами. Так, ладно. Так, четыре ноль три, по идее, по идее, я пробежал двадцать один круг, но часы показывают сорок двести. Либо часы врут, либо я ошибся. Я еще кружочек дам, что-то у меня сорок километров показывают. Я думаю, ничего страшного, если лишние два километра пробегу. Ноги, конечно, да, надо тренировать. Тренировать надо. Ноги, ребята, квадритовцы вообще не поднимаются, выносливости нет. После тридцатого, тридцатого километра, все, еле поднимаю ноги. Соответственно, упал темп, упал каденс, все упало. За счет этого начинается уже перетяжка элитибиального тракта, соответственно, начинает тянуть под коленкой, еще надо растяжка и на выносливость эзбушки делать. Так что, так что предстоит, нет чем заняться. Оленибек, прыжки с подъемом коленей высоко, потому что я даже грохнулся, как-то я отвлекся и об корень, причем он не особо большой-то был, пришлось кувыркнуться. Но ничего, это все мелочи жизни. Погода радует, вообще, когда же, наверное, потеплело. Хотя фара идет, фара идет, но не знаю, мне сейчас очень комфортно. Ничего не мерзнет, одно время поясница мерзла, видно, мокрая была, сейчас я подсох, отлично, комфортно, бегу себе, в свое удовольствие. Но не спеша, не спеша, часы, скорее всего, врут, потому что говорят, что я бегу со скоростью 6 км в час, то бишь, иду пешком. Чего это мы замедлились? 42? А, ну я смотрю, раза 3 меня обогнали, а то и 4. Ну посмотрим, я домой приду, посчитаю круги, что-то у меня. Потому что я в свое время отключил совместную систему с молочкой. Ну посмотрим. Да, и надо что-то с молочкой делать, это все-таки накапливается молочная кислота, медленно бежишь, несколько километров кислота. Она утилизируется и потом уже сил прибавляется. Что, что хорошо. А про гели я уже после финиша расскажу о вкусняшечках. Самое вкусное будет на финише. и о дальнейших планах. Ладно. Все. Кто и так уже на 6 минут наговорил. Ну вот другое дело. 42, 200, 4, 18, 52, все верно. Споем хлебушек, очень вкусный хлебушек. Попал на награждение 50 км за 4 часа. Спасибо вам большое за организацию. Гордость России. Виктор Гордишенко. 55. 4, 19, 15. 4, 20, 455. Ну он-то позже начал. Я отняла. Все равно позже меня прибежал. Он обычно раньше меня прибегает. Нет, он лучше вас прибегает. Ну я и говорю лучше меня. Итак, завершился наш 15 по счету марафон. В этом году. В этом году. Ну там что, там не так много народу участвовало. Так что я занял третье место, наверное. Ну это не важно. Там второе, третье. Вот такая вот медалечка. Вот такой вот дипломчик. И хорошее настроение. Трасса хорошая. Ну, вначале вот гнал я на честные сооружения. Там, я не знаю, Таня вам показывала, не показывала. Там, конечно, попахивало. Знаете, как из биотуалета. У туалета там вот эти вот все гибкие бактерии живые. Ну, не знаю. Через 2-3 круга я уже перестал это чувствовать. И то пахло только в той стороне. Там какой-то там метр 100-200. В зависимости от ветра. Может ветер поменялся, не знаю. А так, в принципе, хорошая трасса. Но нет асфальта, нет асфальта. Соответственно, когда будет дожди, не знаю. Будет, наверное, слякотно. Но, в принципе, это все мелочи жизни. Прибежал хорошо. То, что в среду я там за 3 дня бегал 19 км до работы. И с работы на 10-м километре меня вырубило. Это, наверное, был все-таки такой день с пониженным тонусом. Ну, потому что никак ни с того ни с сего вырубает. А потом посмотрел, там в ленте читал. Повышенный уровень СОО было в Москве в это время. И пониженная степень кислорода. Может из-за этого, я даже не знаю. Хотя я отметил этот день, надо будет отмечать дни. Смотреть, может действительно, по какому-нибудь по лунному календарю. Или еще по звездам. Получается так, что тонус у человека понижен, и все. И можно даже и рыпаться, и бегать, ничего. Все. Все мои машины забрали. Куда идти? Не знаю. Надо как-то выбираться на родину. Ну, посмотрим. Там бэшка осталась. Может до бэшки дойду. Вот. Через две недели здесь снова будет проводиться. Так что, если вы хотите, приезжайте и участвуйте. Ну, а у меня через три недели планируется соточка. Соточка. Там радикалка, так называемая. Это три круга. Круг там порядка двадцати километров. Тридцать три и шестьдесят семь. Соответственно, я хочу пробежать шестьдесят семь и тридцать три. Причем там тип рогейна. Отмечать точки. Там контрольные пункты. Отмечать точки. Ну, как в детстве зорница или вот это вот спортивное ориентирование. Тоже будет интересно, я думаю. И весело. Весело и задорно. Ну, посмотрим. Получится не получится. Это в Владимирской области. Там порядка ста километров от МКАДа. Или семьдесят пять, даже не помню. Ну, это не так далеко. Ну, а, и испытание. И испытание. Понравилось мне. Ели прям как жидкий шоколад. Он так хорошо заходил. Прям вкусняшки. Знаете, как фонью делает шоколадное. Прям выпивалось. Конечно, надо его запивать. Но я не запивал. У меня там нормально. Мне и так нравится. Ну, я даже хотел почаще есть. Ну, прям напоминает хорошо. Шоколад, ну, и был шоколадный. Там разные вкусы. Так что, если хотите, приобретайте. На Эхербе. И так далее. Надо будет с кем-нибудь скооперироваться. В Москву еще взять. А то в этом году, я на этот год брал себе 130 вот этих вот гелей. И мне не хватило. И мне не хватило. Вот еще пришлось. Взял упаковку 24 геля. Да нет, я даже не знаю. Не потеплело. Ладно. Неважно. Хорошо, ребят. Все. Всем счастливо. Всем пока. Занимайте спортом. Не болейте. Я начинаю подмерзать уже опять снова. Надо что-нибудь на себя напихтерить. И поехать. Все. Всем пока-пока.